Всем привет! Это видеокурс по созданию комплексных сцен в программе Blender. Часть 2. Подготовка. Видео 4. Смысловые планы. Итак, сейчас наша задача выделить, что и когда у нас будет происходить, в какой момент. Давайте сделаем вот что. Чтоб нам удобнее было работать, переведем все окна в режим рендера, закрою с помощью N, N-панель, выделю ландшафт и добавим на него материал, какой-нибудь материал 001. Раздвину чуть-чуть побольше вот это окошко, наведу на уголок курсор, пока он не станет крестиком, нажму и потяну, чтобы разделить окно, переведу его в режим Shader Editor, это редактор материалов, нажму N, чтобы убрать лишнюю N-панель, приближу, выделю нод Principled без DEF, удалю его, и вместо него поставим Shift-A, Texture, Checker Texture. Это просто шахматная доска. Далее, у нас должен быть включен аддон Edit Preferences, Addons, ставим сюда, и начинаем вбивать Node Wrangler. Вот он у нас, Node Wrangler. Включить этот аддон, это аддон для работы с нодами. Он существенно расширяет и улучшает функционал работы с нодами в редакторе материалов. Закрываем. Теперь я могу нажать Ctrl-Shift и кликнуть мышкой, и тогда любой нод автоматически через Viewer подключится к выходу материала. Сейчас шахматная доска у нас выглядит не очень как шахматная доска, она вся искажена, потому что сейчас по умолчанию используются координаты Generated. Давайте еще раз выделим вот этот нод и нажмем Ctrl-T для того, чтобы добавить текстурные координаты. Вот, мы видим, что по умолчанию здесь воткнуто Generated через нод Mapping, который позволяет ими управлять и искажать их. Нод Mapping я выделяю, нажимаю Ctrl-X, чтобы удалить его, но оставить вот этот линк. И мы изменим его. Вместо Generated подключим сюда UV. UV. Это UV-развертка, о ней речь у нас пойдет позже. Давайте сделаем Scale, скажем, на 500, чтобы у нас было много-много этих клеточек. И вот здесь мы все равно видим небольшие разрывы. Давайте перейдем в модификатор Subdivision и добавим немножко еще делений. Вот, так гораздо лучше. Они там где-то остаются, но сейчас они нас уже меньше интересуют. Нас будут интересовать самые ближайшие из них. Это я делаю для того, чтобы мы просто могли увидеть, как выглядит ландшафт и что нам здесь следует исправить. Ну, во-первых, основная идея сейчас – это сделать четко разделенные слои, чтобы мы могли ими управлять индивидуально и понимали, что в какой момент происходит. Одно из правил анимации, упомянутых еще чуть ли не в ранние диснеевские времена, и, по-моему, собственно, и придуманные на студии Disney, это то, что в кадре все действия должны происходить последовательно. То есть, если у нас все будет происходить одновременно, мы не будем знать, на что смотреть. Нам нужно рассчитать сцену таким образом, чтобы четко вести взгляд зрителя через все, что у нас будет происходить. Итак, мы начинаем с нижнего плана. Здесь у нас будут корни, трава и черепа. Постепенно проводим его. Взгляд поднимается, и мы видим зайца. У нас сейчас взгляд поднимается немножко медленно. Давайте, наверное, чуть-чуть поправим сразу анимацию и ландшафт. Смотрите, я нажимаю A, чтобы выделить все. 250 кадров, как показала моя практика, оказалось мало для такой анимации, поэтому перейдем в Output Properties и выставим End на 300. Добавим еще немножко кадров, еще 50 кадров. И вот теперь, чтобы нам всю анимацию исправить, к сожалению, когда я делал это в изначальной сцене, там было уже слишком много всяких симуляций и анимаций, чтобы это можно было сделать безболезненно, поэтому мне пришлось воспользоваться собственным аддоном TrueTime Remapping, который как раз позволяет всю анимацию в сцене исправлять целиком. Просто за счет того, что с другой скоростью проигрывается таймлайн. Я там немножко ошибся со скоростью, на ранних этапах как раз. И чтобы сейчас этой ошибки не повторять, выделим все кейфреймы. С помощью кнопки A также это можно сделать. Здесь я переведу Pivot Point с Bounding Box Center на 2D-курсор. Поясню, что это значит. Bounding Box Center, если я сейчас начну изменять эти кейфреймы, например, скейлить их с помощью клавиша S, увеличить их в размере, они начнут скейлиться относительно их общего центра, всех кейфреймов. А мне нужно, чтобы они скейлились относительно курсора, поэтому я выбираю 2D-курсор, то есть вот этот самый курсор, выставляю его на единицу, нажимаю S и скейлю их по оси X. SX. То есть их значения остаются на тех же местах, что и были. Их значения именно по высоте и по смене угла обзора. Просто они смещаются на таймлайне по времени. Теперь это все происходит медленнее. И вот первый кейфрейм, верхняя кривая, это у нас кривая красненькая, изменение угла камеры по оси X, я хочу ее немножко подвинуть, все же она очень долго сюда доезжает, GX, вот так я ее сюда подвину, чтобы она поднимала взгляд на зайца быстрее. И вот эту тоже GX подвину поближе, она очень долго поднимает взгляд на зайца. Хочется, чтобы это происходило чуть-чуть быстрее. Все равно долго. Давайте так. Да, так лучше. Сейчас она его поднимает слишком высоко. Давайте опустим ее GY пониже. где-то так. И вот это движение последнее у нас происходит тоже слишком долго. И оно, смотрите, оно в конце, вот это вот движение у нас по оси Y, в конце оно у нас начинает замедляться. Нам не нужно, чтобы оно в конце замедлялось, потому что, наоборот, мы начинаем постепенно ускоряться, и в конце у нас мы должны приходить на максимальной скорости. Поэтому я выделяю вот этот keyframe. Видите, да, как идет кривая? То есть вот мы начинаем медленно, потом ускоряемся, ускоряемся, и снова замедляемся вот таким образом. То есть если бы они у нас были в режиме, нажму T, Liner, то есть если бы это была прямая линия, то мы бы ровно, без всякого ускорения, резко с места срывались, с одной скоростью двигались, и потом ровно останавливались, нажму T без R, верну их обратно. Теперь переведу обратно в bounding box, выделю этот keyframe, нажму R, чтобы его вращать, и поверну его вот таким образом. То есть мы будем плавно начинать это движение, и на убыстрение подойдем сюда. И на максимальной скорости уже влетим в окно там. Единственное, наверное, вот эти вот два последних keyframe я тоже подвину поближе, потому что это у нас происходит все очень долго. И вот этот тоже разверну R и S, чтобы уменьшить его чуть-чуть. Посмотрим. Ну это ближе к тому, может быть даже чуть-чуть. Очень большой он. Нормально. Единственное, смотрите, такой небольшой нюанс. Поскольку motion blur, размытие в движении, которое мы будем использовать в дальнейшем, это очень важный элемент в компьютерной графике, поскольку он рассчитывает не только текущий кадр, но также берет информацию из соседних, мы сделаем это с запасом. То есть чтобы вот этот вот keyframe у нас, когда камера уже полностью развернулась, он был на один кадр дальше. Чтобы вот здесь, на этом кадре, движение еще как бы продолжалось. Вот этот кадр будет рендериться последним. И мне нужно, чтобы движение заканчивалось не прямо на нем, а на следующем кадре, чтобы вот в течение вот этих двух кадров движение еще происходило. Тогда он правильно просчитает векторы движения и правильно сделает размытие в движении. Таким образом. Начинается у нас движение постепенно, поэтому здесь это делать не надо. Но если у вас движение, например, начинается где-то из-за кадра и резко достаточно, то лучше эти keyframe, отвечающие за движение, сдвигать левее, за границы диапазона рендера. То есть чтобы на том кадре, на котором у вас начинается рендер, движение уже происходило. Смотрим еще раз. Сейчас очень важно выстроить именно точную анимацию. Там у нас есть небольшая пауза, но она сделана в расчете на то, что в этот момент камера будет трясти, как раз в этот момент избушка должна будет упасть. И сейчас мы это все еще санимируем и проверим. Вот сейчас как раз этим нужно заниматься. Во-первых, я смотрю, что когда мы пролетаем этот ландшафт, мне нужно будет сделать следующее. У нас будет заявочный план, то есть где мы будем просто пролетать над корнями, травой, черепами и так далее. У нас будет заявочный план. Дальше. У нас будет промежуточный план. Давайте его чуть-чуть все-таки поднимем. Где мы будем видеть сидящего в траве зайца и некую избушку на заднем плане. На тот момент избушка еще будет вот так стоять, без ног. Второй план с зайцем. И третий план на заднем плане с избушкой. Возможно, был бы еще четвертый план, но мы постараемся его уместить в третий. Четвертый, который находится за избушкой уже. Желательно выстраивать сцену таким образом, чтобы мы могли прорабатывать каждый план в отдельности, потому что у нас просто может не хватить ресурсов компьютера на то, чтобы все это сделать в одной сцене. Поэтому мы можем отдельно проработать начальный план. То есть здесь по смыслу это будет заявочный план. То, что зритель видит в первую очередь, и он пытается понять, что он, собственно, видит. Здесь он увидит землю, корни, камни, траву, черепа, мухоморы. То есть что-то просто, что создает настроение. Потом он постепенно взгляд поднимает, чтобы понять, где он находится. Вот этот вот момент перехода между двумя слоями, где далеке в траве сидит заяц, заяц его зритель замечает не сразу. Заяц он замечает постепенно, когда мы к нему приближаемся. Заяц поднимает голову из травы. Это второй уже смысловой план у нас идет. То есть первый план заявочный. Второй. Для чего нам нужен вообще, в принципе, этот заяц? Изначально идея в том, чтобы отвлечь зрителя от избушки. Чтобы он не сразу увидел вдалеке избушку и долго ждал, пока он к ней подлетит. А чтобы у него внимание сфокусировалось сначала на зайца. А потом уже, когда заяц отпрыгнет, появляется эффект неожиданности, когда избушка тоже начинает свое движение. То есть раньше она выступала, пока мы видим зайца. Как бы заяц является активным объектом, избушка является просто задним планом. А тут выясняется, что задний план у нас тоже начинает оживать. И это создает дополнительный, что называется, вау-эффект. Таким образом, мы движемся. И нам нужно эти планы разделить между собой, так чтобы мы могли их прорабатывать отдельно. Вот здесь пока этого не сделано. То есть у нас один план плавно перетекает в другой. Нам нужна какая-то отсечка, поэтому придется сейчас немножечко подредактировать наш ландшафт. Выделяю его, нажимаю Tab. И давайте добавим мы, наверное, здесь ему еще разрезов. Выделяю один Edge, нажимаю Ctrl-B, тяну его. Поскольку у нас работает модификатор Subdivision, который все сглаживает, давайте я его пока отключу, чтобы было более понятно, что происходит. Вот у нас Edge. Нажимаю Ctrl-B. Добавим сразу несколько ему делений. С помощью колесика мышки я его кручу. Нажимаю левую кнопку мыши, чтобы подтвердить. Посмотрим, как он будет работать с Subdivision, со сглаживанием. Выходим отсюда. Вот. И теперь мы видим, что вот здесь появляется момент, когда мы не видим точного момента перехода. То есть как бы один слой полностью перекрывает другой. И вот в этом месте, где-то вот здесь вот, ориентировочно, вот на этом Edge, мы можем сделать разрез. То есть мы можем нажать клавишу V, например, и он отделится. Нажму правую кнопку мыши, чтобы он не летал у нас по сцене, чтобы он остался на том месте, где он и был, но уже отрезанным от предыдущего Edge. Нажали. Теперь я могу сделать следующее. Сейчас проверим. Во-первых, нажму Tab, чтобы выйти отсюда. Видите, у нас появился разрез. И видите, в сцене его не видно. Вот такая и была задача. Но у нас сейчас, правда, очень резко в связи с этим камера бухается сюда. Давайте приблизимся поближе, посмотрим, почему это происходит. Наведусь на камеру, выберу ее, нажму точку. У нас она привязана вот к этому объекту. И он как раз вот здесь вот немножечко неправильно себя ведет на этом стыке. Давайте все отменим, что у нас было. Ctrl-Z я нажимаю несколько раз. Отменили. Мы сделаем просто потом отдельно. Вот этот объект, он у нас будет чисто вспомогательным. Он на рендер на сам не пойдет. Он просто у нас будет скрытым. И он будет только для того, чтобы по нему ездил вот этот самый объект, который у нас к нему привязан. Здесь получается очень резкая впадина. Вот это вот. Давайте мы ее немножко, наверное, сгладим сейчас. Потом мы просто, нам останется продублировать этот слой. Продублировать этот объект. И разделить его так, как мы захотим. И нарисовать там дополнительный ландшафт на нем. Нам сейчас самое главное, чтобы камера примерно по нему ездила там, где нужно. Давайте посмотрим, как это происходит. Раз. Да, так помягче. В реальном времени. Так, зайц у нас проваливается сквозь пол, чтобы он этого не делал. И чтобы он у нас автоматически... Мы сейчас будем пол править, чтобы он у нас автоматически оставался всегда на поверхности. Пока что давайте на него поставим constraint shrink wrap и привяжем его к полу. Таким образом, как бы мы ни меняли наш пол, зайц будет автоматически стоять на полу. И то же самое можно сделать для всех деревьев. Например, чтобы они у нас тоже в воздухе там не летали. Выберем все деревья для этого. У нас уже включен аддон copy attributes menu. Мы его в одном из прошлых видео включали. Выделили все деревья. Выделили зайца. Нажимаем Ctrl-C и Copy Object Constraints. И таким образом на все деревья копируется constraint с активного объекта с зайца. На котором у нас наложен shrink wrap, который привязывает его к ландшафту. Нажимаю 0 на камере. Нет, давайте вот здесь у нас все-таки пускай будет камера. А здесь будет просто режим вида сбоку. Нажимаю точку, чтобы навестись. И смотрим. Так, вот это вот у нас будет заявочный план. В принципе, сколько там проходит секунд? Даже, наверное, имеет смысл сделать его чуть-чуть подольше. Он слишком быстро пролетит. То есть сейчас пока на нем ничего нет. Конечно, нам не очень интересно смотреть на все эти клеточки. Но когда здесь появится большая детализация, нам захочется его рассмотреть уже получше. Поэтому давайте мы вот этот кейфрейм немножко раздвинем с помощью S-клавиши, чтобы он помедленнее начинал движение. Скажем, вот так. Да, до сотого приблизительно кадра, но чуть меньше. Ну вот, здесь он подлетит к зайцу. Тоже он очень может подлететь к зайцу, в принципе, и попозже. Вот таким образом. Сейчас чуть-чуть теперь обратно его приберем. Так. Начинаем движение. Летим. Видим вдалеке зайца. Заяц поднимает голову. Заяц отпрыгивает. Избушка начинает движение. Избушка падает. Мы приближаемся. Теперь, как нам сакцентировать внимание зрителя на тех вещах, которые у нас будут происходить, чтобы вот он смотрел, куда мы задумали. Есть несколько базовых принципов, куда в первую очередь смотрит человек. Человеческий взгляд в первую очередь фокусируется на а. самых ярких объектах, б. самых быстрых объектах. То есть чисто рефлекторное. Это еще с древних времен у нас идет. Мы реагируем на самое яркое и самое быстро движущееся. То есть то, что потенциально может там представлять какую-то опасность. В сцене у нас будет много происходить движения. Тут вся трава будет шевелиться. И какие-то мошки будут. Если вы обращали внимание, там в оригинальной сцене есть мошки на переднем плане, которые отвлекают внимание от зайца вот как раз на моменте перехода между двумя слоями и заодно скрывают вот небольшой этот стык между слоями, забирая на себя внимание. Давайте мы быстро анимируем зайца в черновую. Выбираю зайца, нажимаю точку. Вот это мы пока уберем. Нажимаю Shift-S, чтобы выбрать курсор to selected, чтобы привязать к нему курсор. И давайте на этом же месте очень быстро сделаем скелетную арматуру и анимируем ее. Shift-A, Armature. Перехожу с помощью Tab в режим редактирования. Это у нас будет основная кость, которая будет зайца таскать повсюду за собой. Нажму 1 на клавиатуре, чтобы переместиться в режим вида спереди. Это у нас закрывает все ландшафт. Сейчас мы его отключим. И вот мы уже сталкиваемся с тем, что у нас очень много в сцене объектов. Они названы непонятно как, пока еще не названы. И нам уже становится неудобно отключать. Но я помню, что ландшафт мы делали из плейна, поэтому я отключаю плейн. Это ландшафт. Отключим цилиндры. Это деревья. Кубы, скорее всего. Вот зайца тут у нас, куб 001. Избушку. Перейдем в режим простого шейдинга. Просто оставим одного зайца. Итак, верхнюю кость, которую у нас будет перетаскивать зайца, я помещу ему куда-то приблизительно вот сюда. Нажму кнопочку вот эту, чтобы перейти в режим X-Ray, в режим рентгена. Дальше все то же самое, как мы делаем в режиме редактирования объектов. Мы сейчас сделаем очень простую арматуру, пока без всяких наворотов. Нажимаю E, чтобы добавить кость на голову. Нажимаю E, чтобы добавить еще одну кость до локтя. Она будет там посередине, это сейчас не важно. Еще одну E, чтобы добавить кость до конца лапы. Выбираю среднюю. Протягиваю кость сюда, кость сюда и кость сюда. Теперь вот эти две кости я выбираю, нажимаю E и вывожу их вперед. Мы их будем использовать для инверсивной кинематики. Сейчас поясню, что это такое. Значит, для начала, у нас в качестве костей-деформаторов, то есть тех, которые будут деформировать геометрию объекта, будут выступать все кости, кроме вот этой, этой и этой. Вот эту кость мы выбираем. Переходим в настройки костей и снимаем с нее галочку Deform. И также с этой кости снимаем Deform и с этой кости снимаем Deform. Они не будут деформировать, они у нас будут просто вспомогательными. Теперь переходим в режим Pose Mode, то есть режим редактирования позы. И вот здесь смотрите, в принципе, все движения костей, которые привязаны к другим костям, они делаются за счет вращения костей. То есть если мы нажмем кнопку G, например, Grab там, да, то если кость привязана намертво к своему корню, она может быть не привязана, но у нас все кости пока привязаны. Так вот, если мы нажмем G, то она будет просто вращаться, точно так же, как мы нажмем просто R. И за счет вот вращения костей у нас и будет происходить анимация. То есть все те точки, все те фейсы, которые находятся ближе всего к этой кости, они будут вращаться вместе с ней относительно того, как она вращается. Ctrl-Z я нажму, вернее Alt-R я нажму, чтобы сбросить вращение на всякий случай. И теперь, для чего нужна инверсивная кинематика? Нам может быть удобно редактировать движения ног, рук и так далее не за счет вращения, да, а за счет того, чтобы мы, например, вот таскали бы эту штучку сюда, и у нас вот нога бы за ней следовала. Для этого существует инверсивная кинематика. Для того, чтобы добавить ее, во-первых, нам нужно сделать следующее. Нам нужно вот эти кости, которые будут у нас инверсивно-кинематические, во-первых, выделить, как-нибудь их назвать, чтобы мы понимали, например, leg-front.ik и заднюю назовем leg-back.ik. Нам нужно их выделить, нажать Alt-P, Clear Parent, потому что сейчас они припаренчены к предыдущей кости. А нам нужно, чтобы они двигались независимо, то есть чтобы у них никаких родительских костей не было. Но родительские кости это то же самое, как мы вот делали с камерой. У нас там был родительский камероконтрол, к которому она была привязана, и который мы крутили, и камера крутилась вместе с ним вокруг него. То же самое все. Кости parent-ы до этого управляли вот этими костями. Сейчас мы их отвязали, и эти кости у нас независимые. Переходим сюда, в режим Pause Mode. С помощью Tab я опять вышел. Выбираю кость, которая предшествует вот этому IK, и на ней. Вот здесь вот есть еще одна вкладка Bone Constraint. Выбираю Constraint, который называется Inverse Kinematics. Здесь в качестве Target сначала мы выбираем объект, в котором у нас будет кость инверсивной кинематики. В данном случае это вот этот объект, Armature, который мы только что создали. И Bone мы там выбираем, вот почему я их называл IK. Чтобы мы их могли легко здесь в списке найти. Потому что их нельзя выделить и щелкнуть. Нету такого вот, как здесь вот есть пипеточка, там можно выбрать какой-то объект. С костями такого нету. Нам приходится их выбирать только по имени. Поэтому нам приходится выбрать здесь LegFront IK. И здесь то же самое сделаем. Add Bone Inverse Kinematics Target Armature. И Bone выберем LegBack IK. Но сейчас, смотрите, вот эта вот пунктирная линия обозначает сколько костей она будет затрагивать. То есть у нас есть некая последовательность костей, которые препернчены одна к друг другу. То есть вот эта кость препернчена к этому, эта к этому, эта к этому, и этот уже ни к чему не препернчен. И вот по этой цепочке он идет-идет пока и доходит до самого конца. То есть по умолчанию, пока у него выставлен ноль вот здесь, в Constraint'е, на параметры ChainLength, длина цепи, он доходит до самого последнего звена цепи. Но нам так далеко он не нужен. Нам нужно, чтобы он затрагивал только ноги. Поэтому выберем сначала 1 и 2. То есть этот Constraint должен влиять только на вот эти две кости. И здесь то же самое. Мы выставим только вот так, 1 и 2. Теперь, когда я передвигаю вот эту кость, которая у нас отпернченная, которую мы называли IK, Inverse Kinematics, она будет управлять вот этой костью. В то же время, если мы будем двигать вот эту кость, которая у нас основная, которая у нас вообще всем телом управляет, то у нас получится, что те две кости остаются на месте. И таким образом мы можем автоматически все достаточно удобно регулировать. Вот видите, оно еще уезжает здесь назад. Это тоже можно исправить, но это мы уже будем исправлять, когда будем работать с окончательным ригом, с окончательной моделью. Сейчас это все не важно. Сейчас нам важно просто максимально быстро сделать из этой модели какую-то анимацию. И давайте мы ее и сделаем теперь. Теперь переключаемся с помощью нуля в режим камеры. Выходим из Pose Mode в Object Mode. И теперь, да, нам нужно еще привязать, собственно, самого зайца к этой скелетной арматуре, потому что пока она действует сама по себе. Это делается тоже очень просто. Мы выбираем зайца. Мы выбираем скелетную арматуру. Мы нажимаем Ctrl-P, как будто припаранчиваем ее. Но здесь выбираем, тут появляется, когда мы припаранчиваем к арматуре, новый список возможностей, Armature Deform. И вот здесь нужно выбрать With Automatic Weights, то есть с автоматическими весами. И он автоматически все ближайшие вертексы привяжет ко всем ближайшим костям. И теперь, когда мы выберем наш объект скелетной арматуры, перейдем в Pose Mode, и когда мы будем его уже передвигать, то зайц будет передвигаться вместе с ним отдельно. Но пока он передвигается, как мы видим, немножечко вот так вот по частям. Давайте сейчас это прям быстро поправим. Для этого перейдем в Edit Mode. Выберем с помощью Ctrl-L, у меня уже было выделение на ушах, я с помощью Ctrl-L выделил весь объект уши. Привяжем его к кости, которая отвечает за голову. Кстати говоря, как она называется у нас? Это Bone 001. Поэтому очень важно кости сразу называть, но поскольку их пока мало, мы этим не занимаемся. С помощью Tab я перехожу сюда, выбираю Vertex Group, который называется так же, как кость, Bone 001, и нажимаю Assign, привязать. Выхожу с помощью Tab из Edit Mode, перехожу здесь в Pose Mode. Теперь голова, по крайней мере, двигается вместе с ним. Также давайте вот сразу так сделаем, чтобы у нас уже арматура была с искаженной геометрией, и посмотрим, что мы можем еще здесь сделать. Мы можем сейчас перейдем во вкладку модификаторов, включим вот здесь Subdivision, вот этот треугольничек, и здесь тоже в Armature сделаем привязку. То есть это позволит нам в режиме Edit Mode видеть так, как уже выглядит искаженный объект. И, кстати говоря, Armature давайте поставим мы до модификатора Subdivision. Давайте вот эти полигоны привяжем к Bone 01, только с весом не 1, а скажем 1,25. Можно чуть побольше, наверное. А может тоже добавим вот так. Просто чтобы у нас кость, которая отвечает за голову, также воздействовала и на вот эти полигоны и точки. И также она, наверное, частично должна воздействовать и на вот эти, чтобы они вместе с ней чуть-чуть ездили. Ну-ка посмотрим Assign. Ну да. Edit Mode. Выходим в Object Mode, выбираем это. Pause Mode. Вот. Но теперь получше. Конечно, все равно у него там голова и ноги отрываются, летают сами по себе. Неважно. Мы сейчас делаем просто все в черновике. Значит, я выбираю все кости, нажав A. Нажимаю Alt G, чтобы сбросить до дефолтных значений их позицию. Alt R, чтобы сбросить их вращение на всякий случай. И давайте зайца сразу посадим, как он будет сидеть у нас. Включу все остальное, что у нас было в сцене. Выйдем из режима рентгена. И чтобы зайц сидел, выберу вот эту кость, нажму G, Z и перемещу ее просто ниже. А вот эту кость, нажму G, X и перемещу ее, соответственно, вперед. Теперь эту можно G, Z еще пониже сделать. Вот эту с помощью R можно, например, чуть-чуть поднять. R, Y получается по оси Y. Ну и голову можно чуть-чуть опустить, например. R, Y тоже. Вот у нас так будет зайц сидеть и что-то в траве там кушать. Выберу все кости, нажму R, Z, чтобы развернуть его. Перейду с помощью 0 в режим камеры. Вот, сейчас у нас зайц сидит в траве. Пока вот это окошко закрою. Тяну за уголок, перемещаю его сюда, это окно. И оно сливается с соседним окном. Есть в блендере такой глюк. В режиме позы мы не можем отключить X-Ray. Я не знаю, с чем это связано. Нам нужно выйти в Object Mode, отключить X-Ray здесь. И тогда мы сможем вернуться в режим позы и включить его здесь уже отдельно, чтобы у нас все объекты не были в режиме X-Ray при этом. Смотрим, в какой момент зайц у нас должен вставать. Вот он просто пока сидит в траве. Вот здесь примерно. Он у нас как-то на нас отреагирует. Сначала он просто поднимет голову. Выбираю эту кость, нажимаю I, Rotation. Он быстро поднимет голову, допустим, в течение 5-6 кадров. Нажму R. И чтобы он у нас перемещался не в глобальной системе координат, то есть вот как в мировой, а относительно своей локальной системы координат, где там у этой кости ось X локальная, с учетом того, как развернут объект и так далее, мы можем вот здесь выставить вместо Global Local. И тогда мы сможем R, например, Y, крутить ее по оси Y отдельно. R, X по оси X отдельно. И R, Z тоже по оси Z отдельно. Вот мы как раз делаем R, Z, что он поднял голову. Нажмем I, Rotation. И таким образом он у нас раз, и голову поднимет. Оп. Смотрим. С помощью 0 в камере, как это будет выглядеть. Раз, увидел. Услышал, вернее, пока. Заяц сидит, кушает. Оп, вот здесь, чуть пораньше он должен ее увидеть. Выбираю все кейфреймы. С помощью G, X переношу их. Это сейчас Graph Editor здесь, напомню. Вот он, Graph Editor. В таймлайне в простом этого нет. Значит, вот, летим-летим. Зайцы увидели. Оп, он увидел нас. Сначала услышал. Несколько кадров посидел. Потом привстал. Выбираем вот эту кость. Нажимаем I, Location. Выбираем вот эту I, Rotation. И давайте вообще на всех сделаем. Вот так. Выберу все с помощью A. Нажму I, Location and Rotation. Все. На всех костях теперь здесь есть ключевой кадр, чтобы у нас сейчас мы их будем менять позицию, чтобы ничто никуда не уплыло. В течение, допустим, 10 кадров он у нас встает. G. Grab Z. Ой, мы сейчас по локальной оси, да? Давайте переключимся обратно на глобальную. G, X. Он у нас встает. Выберем вот эти две кости. Нажмем I, Location. И вот у этой подрегулируем Rotation еще. Нажмем I, Rotation. Это чуть вперед. I, Location. Это все очень условно. Конечно, вставать он будет по-другому. Да, встает. И одновременно он еще разворачиваться у нас должен. RZ. Давайте вот эти вот выделим. RZ вот так. I, Location and Rotation. Вот так сделаем. И дальше он отпрыгивает. Для этого он сначала разворачивается к нам и приседает. Эту ближе сюда подводим. Выбираем нужные кости I, Location and Rotation. Только он еще какое-то время должен постоять там все же в этой позе. Поэтому выбираю вот эти кости, которые у нас находятся в точке, где он только встал. Нажимаю Shift-DX и передвигаю их на несколько кадров. Вот здесь он. Давайте полностью его только развернем на этом кадре. RZ. Полностью развернули. I, Location and Rotation. Давайте голову ему в этот момент тоже, например, опустим. I, Rotation. У нас здесь не было кейфрейма. Давайте поставим его на этом кадре для этой кости. I, Rotation. Выберем ее сюда. I, Rotation. То есть это он раз, разворачивается, готовится к прыжку. То, что у него там колени в другую сторону выгибается, неважно. Потом это мы все будем... Это вообще сейчас неважно. Вот он приготовился к прыжку. И теперь, опять же, выделяем те кости, которые у нас были с инверсивной кинематикой. Разворачиваем их. И давайте сделаем это в несколько этапов. То есть он будет вот так вот как бы прыгать у нас. Раз и два. Нажмем I, Location. И потом еще дополнительно сделаем кейфрейм один. Раз. Оп. Начинает улетать. Можно даже еще подальше, чтобы он начинал улетать сразу. I, Location. Медленно улетает. Можно еще дальше. I, Location. Ну, вот где-то так, например. Он, конечно, очень странно улетает. Давайте ему, например, вот здесь тоже это сделаем, где он начинает улетать. Полет его навигатора. I, Rotation. И вот здесь ту кость тоже немножко подредактируем с помощью R. Я ее вращаю ниже. Сейчас я уберу паспарту с камеры, чтобы видно было, что происходит. Значит, Pose, Object Mode. Выберу камеру. Перейду в Viewport Display. И с паспарту немножко сниму непрозрачности. Выберу снова Armature. Снова войду в Pose Mode. И здесь выберу кость, которая у нас отвечает за позвоночник. R. Таким образом ее выгну. Нажму I, Rotation. Вот. Ну и вот так замечательно заяц у нас улетает. Мы можем даже не продолжать его прыжок, анимировать, потому что в кадре его все равно дальше нет. То есть вот мы просто... Главное убедиться, что он все правильно сделал в кадре. Иногда бывает важно, что он делает за кадром. Если он попадает, например, в отражение. Если он отбрасывает тень. Если у него будет вот здесь тень висеть или какое-то отражение где-нибудь там в окошке. Например, в каком-нибудь. Не в этом. У нас этого не будет. То тогда важно, конечно, довести анимацию до конца. Если, в принципе, он у вас выпрыгнул из кадра и больше он ни на что не влияет. Потому что солнце у нас будет свететь сзади вперед. То есть тень он будет обрасывать дальше. Его тень здесь никак не сможет воздействовать на объекты. И отражаться ему тоже будет не отчего. Поэтому, в принципе, можно его в такой позе здесь оставить. Ну, можно просто на всякий случай с помощью G увезти его куда-нибудь там еще дальше. Только захватить еще вот этот, да. Инверсивные эти кинематические кости. G куда-нибудь сюда его увезти. Нажать I Location. Чтобы уже точно убедиться, что он там куда-то отпрыгнул. Сейчас главное, в какой момент он это делает и с какой скоростью. Скорость я бы немножко ему добавил, самого прыжка. Вот здесь, вот эту G. Выбираю все кейфреймы. Давайте выделим все кости, чтобы не промахнуться. А. Выделить все кости. Вот это я не помню, что у нас за кости. Давайте их тоже сюда приведем. И вот эти пододвинем чуть-чуть на два кадра, например, сюда. Сколько это будет занимать? Немножко вот здесь вот. Когда красным становится FPS, это означает, что он падает меньше того значения, которое реально проигрывается сейчас. К слову, у нас в сцене FPS в Output Properties. Сейчас стоит 24 FPS. Давайте мы его поставим на 25. Стандартный телеформат 25 FPS. А. Это у нас прогибается. Начинает раньше времени прогибаться вот эта кость. Потому что у нас здесь не хватает кейфрейма одного здесь где-то. Так. Смотрим еще раз. Давайте отключим все оверлеи, посмотрим. И отключим в камере. Сейчас выйду из Pose Mode. Object Camera. Выключим паспорту, чтобы мы видели точно, что происходит. Так. Отлично. Зайц у нас есть. Поднял голову, посмотрел, отпрыгнул. И в тот момент, когда он начинает отпрыгивать. Во-первых, здесь будут лететь у него из-под ног частицы. И одновременно с этим, то есть вот где-то со 180 кадра, у нас начнет свое движение избушка. Включим оверлей обратно и давайте разбираться с избушкой. Изначально избушка у нас стоит слегка под углом. RZ. Ну, скажем, вот так, например. Потом мы это все, опять же, повторюсь, точнее будем подстраивать. Потому что будет зависеть от того, с какой стороны на нее будет как падать там солнце и так далее. Сейчас мы ее GZ опустим ниже, чтобы она у нас стояла на полу, на земле. С помощью точки наведусь на нее. И нажму на 180 кадре I. Location and Rotation. То есть мы добавляем ключевой кадр позиции и вращения для избушки. Когда зайка у нас начинает прыгать, Зайка, то избушка медленно начинает свое движение. Избушка штука намного более массивная, чем зайка. Поэтому оно начинает движение достаточно медленно. То есть где-то до 210 кадра. В какой момент у нас там у камеры был разворот? A. Чтобы навестись. Вот. На 216 кадре получается, да, у нас камера достигает своего верхнего пикового значения. И давайте вот на 216 кадре мы и избушку тоже поднимем. И развернем немножко еще вот так вот по оси. То есть она как бы начинает вставать медленно. Ну, например, вот так. G, Z. Только чтобы она над землей не летала. I. Location and Rotation. Так, что у нас получается? Ну, да, это, в общем-то, вполне по движению вроде нормально. 0. Смотрим здесь. Понятно, да, в чем идея? То, о чем я говорил про смысловые планы. То есть у нас все действия происходят по очереди. Вот у нас заяц отпрыгивает и сразу же взгляд переводится на избушку. То есть у нас в какой-то момент мы еще продолжаем следить за зайцем, потому что он наиболее быстрый. Но краем глаза мы начинаем замечать, что что-то движется еще массивное. И у нас очень быстро взгляд уже, нам уже становится все равно, что там было с зайцем. И у нас взгляд уже сфокусируется на большом страшном объекте избушка. Раз. Начинает вставать. И вот здесь мы начнем в нее видеть ее ноги. То есть сначала мы видим, как она просто поднимается. И в этот момент мы увидим здесь ее ноги. Кстати говоря, их сейчас не видно за ландшафтом, поэтому, возможно, нам стоит камеру подвести все же чуть-чуть поближе. С помощью камеры Control. Он у нас отвечает за позицию камеры. Давайте мы подведем ее камеру чуть-чуть поближе. G, Y. Чтобы не промахнуться, я удерживаю Control и колесико мышки нажатым, чтобы регулировать масштаб в граф-эдитере G, Y. Поднимем камеру, пододвинем ее поближе. Проверим, чтобы у нас не уплыло там все, что мы делали с зайцем. Вроде не уплывает, да? Заяц. Раз. Теперь у камеры чуть-чуть пододвинем значение ее вращения по оси X, G, Y. Тоже вот таким образом. Заяц. Избушка. Видим ее ноги. И вот в этот момент она начинает резкое падение вниз, после которого у нас начнется тряска, G, Y. Вот так, например. И в этот момент избушка у нас падает. Давайте анимируем, как она упадет. У нас уже есть у нее кейфреймы. Я возьму первые кейфреймы, Shift-D, X, продублирую их обратно. Но она упадет не просто, да, ровно, как она и была. То есть не просто вот. Чин-чинь, чин-чинь, чин-чинь. Чтобы она упала как бы чуть-чуть вперед. Поэтому я нажму, выберу локальную систему координат. Нажму R, Y. Чтобы она у нас таким образом опрокинулась, как бы вперед завалилась. G, Z. Z, чуть-чуть ее приподниму, I, чтобы зафиксировать Location and Rotation. Итого получается, что она, бам! Но, бам, она должна сделать резче. Она сейчас плавно начинает движение и плавно заканчивает. Но закончить она его должна уже совсем не плавно. Поэтому я выделяю все кейфреймы и таким вот образом их регулирую. Дум! Это нужно сделать с каждым. Вращая их с помощью R, чтобы вот здесь вот был острый у нас угол. Я стараюсь сейчас сделать так, чтобы они совпадали с вот этой линией. То есть вот эти две точки этого кейфрейма совпадали с вот этой линией. Здесь они идут плавно и здесь, бам! Она падает. И вот здесь у нас еще тоже. То есть заканчивает падение она уже линейно. Возможно, все эти точки стоит чуть-чуть сейчас подвинуть. Так, здесь у нас как происходило? Rotation. Да, она очень как-то медленно падает. Давайте мы их чуть-чуть пододвинем все-таки так вот, например. А сейчас быстро, да? Или давайте даже их не пододвинем, а сделаем вот такую штуку. Мы выделим средние точки. Вот здесь я нажимаю C, Circle Select, чтобы убрать выделение основных точек и их левых вот этих вот управляющих элементов. И жму G, X, чтобы передвинуть правые управляющие элементы. То есть она медленнее будет начинать свое движение и быстрее его заканчивать таким образом. То есть у нас как бы лимит движения один на все. То есть вот это расстояние, которое она должна от точки до точки пройти. А вот этими управляющими элементами мы решаем, с какой скоростью она это будет делать в каком моменте. Давайте я наведусь на вот эти вот верхние, которые тут поближе друг к другу, чтобы было более очевидно, что мы делаем. Может рисковато, может чуть-чуть рисковато. Давайте G, X, переведем их обратно вот так. А может и не рисковато. Давайте подредактируем опять же все остальные. Нажимаю точку, чтобы навестись. Да, нормально. И после этого камера начнет трясти. Сейчас сделаем это отдельно. Потрясло. Да. После этого избушка продолжает свое движение дальше. Она встает. R, Y. Давайте R, X чуть-чуть ее подвинем вот так, чтобы интереснее было. R, Y обратно. R, X, G, Z. Нам нужно, чтобы она встала сюда. Сразу сделаем R, Y, выберем Location and Rotation, выберем все вот эти keyframes, которые у нее есть, и G, X отведем их подальше. Вставать она будет медленнее, G, X, вставать она будет практически до самого конца. И имеем в виду еще один момент. И я хочу, чтобы она не просто вставала, а одновременно, как мы ее писали. У нас здесь есть, между прочим, если мы посмотрим в Text Editor, текст, где у нас вся концепция прописана. Избушка поднимается, оскальзывается, падает, поднимается вновь и разворачивается к зрителю. Вот как раз разворот к зрителю мы сейчас и сделаем еще ей. То есть мы просто нажмем R, Z, и она будет постепенно разворачиваться вот таким образом на зрителя. I, Rotation, и вот этот Rotation по оси Z, я нажму G, X, чтобы она это делала медленнее, чем вращение по всем остальным осям, чтобы она доворачивалась до последнего. Теперь, как движется избушка, мне нравится. Давайте слегка подредактируем, как движется у камеры. Она смотрит на нее, может быть, чуть-чуть повыше даже на нее смотрит, то есть взгляд как бы выше поднимается, чем нужно. И, возможно, вот так я сделаю, чтобы он это делал не сразу. Вот здесь Z, Z. Чтобы у нас просто был добавочный. Я сейчас с помощью Shift-D скопировал этот keyframe. Для того, чтобы у нас было более управляемое вот это вот движение поднятия взора нашего G, X. Протяную по оси X с помощью Ctrl и нажатого колесика мышки отмасштабирую Graph Editor. Scale или просто Grab. Вот это движение мне не очень нравится здесь у камеры. Оно как-то должно глубже потом падать назад. И позже. А также, так как у нас здесь начинает меняться ландшафт, по которому мы катимся, нам нужно, чтобы у нас также управлялся и угол обзора камеры. Scale. Grab. Вот этот keyframe должен быть раньше. Чтобы он не дергался. Давайте, знаете, что сделаем? У нас сейчас камера повторяет, и это очень здорово, в основной сцене, все нюансы ландшафта, которые мы сделали в 3D Viewport. Давайте мы сделаем, чтобы повтор нюансов ландшафта постепенно отключался на этом фрагменте. То есть вот у нас до сюда он идет, а когда камера вот это, движение начинает, чтобы он у нас уже не работал. Для этого мы отключим вот здесь Influence в Shrink Wrap. Его тоже можно анимировать. Influence это влияние, то есть то, насколько этот объект подвержен влиянию этого констраинта. Мы нажимаем I. Ну вот мы можем это сделать, на самом деле, даже вот здесь где-то, пока у нас камера там будет трястись. Как раз это у нас позволит ее замаскировать. Вот здесь происходит удар, начинается тряска, которую мы сейчас сделаем. I. Здесь Influence 0 и тоже I. Теперь камера у нас, конечно, прилетает выше, чем нужно, но мы можем анимировать позицию вот этого объекта по оси Z, соответственно. Откроем N-панель. В какой момент начинается у нас движение? Давайте посмотрим, с какого кадра. Нажму A, чтобы выбрать все кейфреймы, точку, чтобы сфокусироваться. Кнопку вниз, чтобы переместиться к предыдущему кейфрейму, ближайшему. 276 кадр. Выбираем камеру Floor. Нажимаем Insert Single Keyframe на позицию по оси Z. И на 300 мы эту позицию смещаем ниже, ориентировочно вот сюда, на 1 метр. Insert Single Keyframe. Что у нас получается в результате? В результате у нас получается, что мы пролетаем сквозь ландшафт. Это не очень хорошо. Давайте сделаем, чтобы это просто происходило все постепенно. То есть вот этот кейфрейм мы развернем таким образом. Rotation Scale. А этот пускай у нас подольше оставится на том же месте, где он и был. И то же самое касается вращения камеры по оси X. Вот этот кейфрейм уберем. С помощью C и Shift снимаю выделение с элементов этого кейфрейма и оставляю только управляющий вот этот элемент. GX перевожу его почти в конец. Можно даже сделать вот таким образом, чтобы он чуть-чуть... Только теперь его надо поднять. Упало. Не, не очень хорошо. А если вообще его убрать? И вот этот просто продлить, например, GX. Ну, возможно, здесь сделаем I Only Selected Channels. Просто добавим еще один кейфрейм добавочный, чтобы сфокусировать его получше вот в этом месте. Или даже вот здесь вот сделаем I Only Selected Channels. И вот здесь мы нажмем GY, чтобы он был пониже. Мне не нравится, что все равно ее слегка потрясывает. Так, что у нас происходит, если мы сейчас на правую картинку посмотрим? В какой момент резкость происходит? Резкость начинается, потому что у нас начинает резко вниз уходить вот этот наш товарищ. Потому что у нас здесь немного S, R. Да, так будет даже интереснее. То есть как бы избушка кажется, что растет в размерах, потому что мы до этого были как бы над ней. А здесь мы одновременно, поднимая взгляд, подъезжаем к ней снизу. Таким образом она еще визуально дополнительно увеличивается в размерах. Это дополнительно придает эффект. Единственное, мы очень сильно задираем голову, очень рано. Надо, чтобы мы это делали позже, скажем, вот так. Еще раз поясню, почему я этим сейчас занимаюсь, когда в сцене, казалось бы, нету там ни деревьев, ни травы, ни всего того, что тоже может на это сильно повлиять. Потому что сейчас очень мало как раз элементов, и очень удобно делать все вещи, связанные с анимацией. То есть, несмотря на то, что в сцене ничего нет, мы приблизительно можем понять, что где происходит. То есть вот мы подняли голову, вот сюда смотрим. Вот встал заяц, отпрыгнул, избушка пошла. Там нас протрясло, и мы подъезжаем ближе. Если бы у нас в сцене было уже много объектов, много полигонов и всего остального, компьютер бы просто не смог это все воспроизводить в реальном времени. Все уже бы жутко тормозило. И мы бы просто не смогли эти движения увидеть именно с нужной скоростью. Мы не смогли бы подгадать эту самую скорость. Поэтому я считаю, что как раз такие вещи, как анимацию камеры, разбивку по слоям на смыслы и блокинг нужно делать в самом начале обязательно. Это позволит вам правильно сделать все движения в целом именно. Не какие-то конкретные мелочи, которые потом всегда можно доработать. А именно в целом ощущение от сцены создать с самого начала правильное. Потому что даже в таком варианте мы уже понимаем, какое у нас здесь где идет движение. И теперь давайте сделаем тряску, чтобы уже завершить. Тряску у нас будет происходить следующим образом. Ее, конечно, можно делать по-разному. У нас есть целых три управляющих элемента взаимозависимых. То есть у нас есть Empty, который возит камеру по оси Y. У нас есть Empty, который помогает возить камеру по оси Z по ландшафту. А потом без ландшафта уже. И у нас есть, собственно, сама камера, которая только поднимает у нас свою так называемую голову условно. Анимацию тряски я предполагаю сделать на самой камере. Для этого нам потребуется изменять ее позицию. Потому что ее будет трясти по позиции и вращение. Мы будем пользоваться анимационными модификаторами. Я сейчас покажу, что это такое. Для их работы нам нужно, чтобы на тех параметрах, на которые мы их будем добавлять, было хотя бы по одному кейфрейму. Поэтому я перемещаюсь в самое начало. В самом начале нажимаю I на Location, потому что больше мы Location нигде не используем, и I на Rotation, потому что остальные два параметра мы тоже нигде не используем, чтобы у нас эти кейфреймы не путались с остальными, чтобы они не потерялись. Мы их переносим в самое начало, и на первом кадре они вот все в нуле здесь стоят. Вот они находятся. Ну, в нуле, либо на той позиции, на которой они должны быть. Значит, в этом моменте, 247, каким образом работают анимационные модификаторы? Ну, например, мы будем ее трясти сначала по оси, пускай будет Z. А впрочем, есть идея еще поинтереснее. Мы точно знаем, в какой момент и где у нас окажется камера, когда ее начнет трясти. В этот момент на 247 кадре мы нажмем Shift-S, Cursor to Selected, и создадим здесь еще один Empty. Мы сейчас будем трясти не саму камеру. Давайте я прямо отсюда все Clear Keyframes сделаю, и здесь Clear Single Keyframe удалю все лишние кейфреймы, которые не имеют прямого воздействия на камеру. Shift-S привязываю курсор к камере, Cursor to Selected, Shift-A создаю еще один Empty. Пускай он будет, например, какой-нибудь другой у нас отличаться. Например, Sphere, например. И назовем его Camera Shake. На этот объект я добавлю на первом кадре Shift-Стрелочка влево, чтобы переместиться в начало таймлайна. Я добавлю объект Location и добавлю объект Rotation. Этот объект, Camera Shake, у нас он будет трястись просто постоянно. Его постоянно будет колбасить здесь. А камера, мы используем еще один Constraint Copy Location, второй, который мы привяжем к этому Camera Shake. То есть теперь позиция камеры у нас окажется привязанной к вот этому объекту Camera Shake. Но нам нужно, чтобы это происходило только вот в этой точке, 247 кадр, и пока ее будет трясти. То есть, ну, ориентировочно до 288. Поэтому на 246 кадре мы Influence убираем в ноль последнего Constraint Copy Location на камере. Давайте назовем его не Copy Location, а Copy Location Shake, например, сделаем, чтобы нам потом самим не ошибиться. Здесь Insert Keyframe делаем. Переводим на кадр 247. У него позиция не меняется. Influence делаем на 1. Insert Single Keyframe. И теперь, начиная с вот этого кадра, можно на всякий случай, чтобы у нас не очень резко движение началось, GX сделать вот так, чтобы оно два кадра там начиналось. Бэнк. Или, возможно, даже три. Чуть пораньше вот так переведем. Бам. Ну да, вот так GX. GX, да. Ее будет трясти, скажем, 10 кадров сильно, и потом постепенно GX. И потом постепенно Shift DX, она будет, эта тряска, уменьшаться. Выделю эти Keyframe и еще раз покажу приблизительно, что у нас получается. То есть, на 241 кадре сейчас получается, вот этот Constraint перехватывает позицию камеры и перепривязывает ее к объекту камеры Shake. Она вместе с ним трясется. Потом постепенно этот Influence, то есть влияние этого Constraint ослабевает. Она снова перепривязывается к... Кстати говоря, вот здесь уже начинается движение. То есть, она должна все-таки чуть раньше GX. Вот примерно здесь уже должно закончиться его влияние. Но она там будет уже маленькая, наверное, незначительная. Сейчас посмотрим. И постепенно камера уже от него освобождается и напрямую уже без тряски летит к избушке. Теперь нам осталось сделать тряску. Для этого у нас уже выставлены Keyframe. Раскрываем вот здесь стрелочку. Сейчас вот так перенесу, чтобы видно было. Выбираю X Location. Открываю N-панель. Перехожу во вкладку Modifiers, модификаторы. И выбираю, например, модификатор. Ну давайте сначала по Z Location сделаем. По оси Z, то есть по высоте. И здесь выбираю модификатор Noise. По умолчанию он будет перемещать ее вот таким вот образом. То есть тряска будет очень быстрая. И недостаточно, возможно, сильная. Но мы уже видим, да, что произошло. То есть до этого, если я сейчас отключу здесь Overlay, этот так и трясется. И в этот момент у нас камера перехватывается и начинает трястись вместе с ним. Но она сейчас трясется очень быстро. Давайте пускай она будет трястись помедленнее. Для этого, во-первых, наведусь на Keyframe, чтобы видеть, что у нас происходит. Вот у нас как выглядит этот Noise, этот шум. Он очень-очень быстрый. Scale мы ему добавим, чтобы он трясся помедленнее. Ну хотя бы на десятке вот так. Посмотрим. Возможно, на двадцатке. Нет, это слишком медленно. Наверное, на пятерке наоборот. На семерке. Быстро. На семерке и сильнее. Strength — это сила, амплитуда ее. Но это будет очень сильно. Это через чур. Давайте сделаем на четыре, например. Четыре даже много. Три. И мне не нравится, что вот в этом месте она проваливается под землю. То есть вот нам желательно, чтобы все пики оставались все-таки выше. Поэтому с помощью Offset я это чуть-чуть сдвину. У нас получится, что она вместе с камерой... Да, вместе с избушкой камера сначала падает ниже. И потом постепенно уже выше успокаивается. Хорошо, здесь все. Y-location — следующее. То есть, чтобы нас мотало назад-вперед слегка. Add modifier. Noise. Либо мы можем просто скопировать уже существующий модификатор, который, в принципе, более-менее хорошо настроен. То есть мы заходим сюда. Выбираем кнопочку Copy Modificator. Copy of Modifiers. Переходим Y-location и Paste Modifiers. Он их копирует. Прямо вот идентично полностью. Но нам нужно, чтобы они все-таки были не идентичны. Поэтому мы Offset здесь сдвигаем. И у нас шарик передвигается по оси... Шарик-контроллер передвигается по оси X и Z. Долговато он успокаивается. Но, в принципе, мне это движение нравится. Оно достаточно крупное. Все вот эти движения, которые, когда что-то падает, они могут изначально в кадре казаться, что они слишком крупные, что слишком большое движение. Но когда у вас появится размытие движения, и когда добавится очень много остальных объектов, вы увидите, что они должны быть достаточно крупными, чтобы они читались. Если они будут мельче, они не будут производить впечатление вот такого массивности этого удара, который производится. Тут у нас избушка прям должна упасть, так упасть, грохнуться прям с грохотом. Поэтому эти движения должны быть достаточно крупными и не особо дрожащими по динамике. То есть они должны быть достаточно еще размеренными, медленными. То есть у нас она как бы могла бы, конечно, там вообще вот так вот очень быстро перемещаться вот это вот. Но нам это не нужно. Она должна перемещаться достаточно медленно. То же самое мы копируем на ось X. Add modifier. Сдвигаем offset там в какую-нибудь другую сторону, например. Смотрим, как это будет выглядеть. По X я приберу strengs, потому что не хочу, чтобы его так сильно мотало. Теперь то же самое сделаем, еще добавим все на rotation. Здесь нужно настраивать модификаторы чуть-чуть по-другому, потому что rotation у нас измеряется не в метрах, а в радианах, даже не в градусах. То есть то, что мы делали для location, для rotation будет выглядеть гораздо больше. И, кстати говоря, нам здесь нужно еще скопировать и rotation вот этого объекта. Поэтому мы после копии location shake мы сделаем копию rotation. Тоже назовем его copy rotation shake. Здесь тоже выберем камеры shake. Здесь вместо replace мы выберем add, то есть добавить. то есть к вращению самой камеры будет добавлено вращение вот этого объекта. И, соответственно, мы должны ее также анимировать. Для этого мы выставим influence insert keyframe. И вот здесь можно сделать следующее. Мы можем выбрать keyframe, которые у нас относились к инфлюенсу предыдущего шейка. С помощью L я выделю их всех. С помощью ctrl-c скопирую. Выделю кейфрейм следующего, который к rotation shake influence. и нажму ctrl-v, чтобы их сюда продублировать. То есть кейфреймы можно копировать с одного канала анимации на другой, с одной кривой на другую. Вот. Таким образом, здесь у нас камера очень сильно мотает. Давайте мы это сейчас, конечно, убавим. Strength 3 это очень много. Там достаточно будет, скорее всего, каких-нибудь 0,1. Ну, возможно, побольше сделать. 0,2. Хорошо, давайте 0,5. Возможно, это многовато. 0,4. Ну, да, более-менее мне нравится. Единственное, я, может быть, здесь как раз добавил бы еще depth, добавляет еще дополнительных небольших трясок в течение больших трясок. Ну, да, так поубедительнее слегка. Influence мы потом подправим, оно очень резко заканчивает трясись. Мы потом сделаем, чтобы оно получше было. Давайте скопируем эти настройки. Добавим их на ось Y. Сдвинем offset. И уменьшим здесь strengs, потому что здесь перебор уже начинается. И depth тоже здесь уберем 0. И scale, наверное, мы здесь тоже увеличим, чтобы оно медленнее это производилось. и насчет X тоже я думаю, что все-таки scale надо чуть-чуть увеличить. Возможно, даже по оси Z слегка добавим. Add modifier то же самое добавляем, только strengs здесь приберем вообще, потому что по оси Z это она будет вращаться влево-вправо, нам не нужно, чтобы ее очень сильно уносило здесь. чуть-чуть добавлю. Ну вот. Веселый пляшущий шарик. Так, выделяем камеру и я хочу вот эти вот constraint'ы, которые у нас здесь были, немного все же подредактировать вот эти кривые influence'ов. Они у нас должны сначала потрястись и начать успокаиваться раньше, то есть отсюда. И успокаиваться дольше, GX, сюда их. Я сейчас выделил оба keyframe'а и обоими управляю одновременно. SX. Возможно, даже вот этот keyframe' вообще лишний. X delete' сделаем. Да. И этот можно SX тоже еще прибрать по оси X. с помощью C я выделяю их оба. Их тут два keyframe'а, напомню. Один отвечает за первый, за location shake, второй за rotation shake. Когда они находятся на одном и том же месте, если вы нажимаете сюда, ну, соответственно, какая у вас левая или правая кнопка мыши для выбора всего там, то каждый раз это будет то один, то другой канал, на котором значение keyframe'а здесь совпадает. Понятно, да? То есть я выбираю один канал, второй канал, один, второй. Чтобы выбрать оба два, можно правой кнопкой мыши, ну, или левой, соответственно, если у вас выбор левой кнопкой мыши, таким вот образом их выделить. SX и оба редактировать одновременно. Так, ну, вот сейчас мне по анимации уже практически все нравится. В принципе, можно было бы легкое дрожание сделать на камеру и еще пока она здесь идет просто. Давайте я вот этот объект, чтобы он нас сейчас не смущал, выключу из зоны видимости и посмотрим, как это просто вместе с камерой выглядит. Вот мы идем-идем, поднимаем голову. Зайка. Ну, вроде как все нормально. По скорости меня все устраивает. По смысловым планам тоже. Мы их будем разделять в дальнейшем, уже когда будем отдельно прорабатывать композиционные планы, мы их отделим друг от друга и будем отдельно соответственно работать над ландшафтом первой части вот здесь где камера над ним летит непосредственно да вот над этой частью вот здесь у нас будет разрез здесь у нас будет план с зайцем тоже он будет идти вот досюда вот здесь этого практически не будет поверхности потому что нам не нужно она у нас в кадр нигде не попадает если обратите внимание то есть вот весь этот слой отсюда досюда его не видно просто поэтому зачем нам лишняя геометрия мы его уберем и потом избушка открывается и мы в нее залетаем это все происходит одновременно и в следующем видео мы займемся проработкой общей композиции всей сцены спасибо